Последнее время вы, наверное, слышите, и меня, и особенно Владимира Владимировича обвиняют не в том курсе, который мы проводим во внешней политике. Наши братья россияне и дальше туда, наверное, на восток говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе, наоборот, нас критикуют за наклонение в сторону Российской Федерации. К сожалению, что меня тревожит, дело не в маневрах этих налоговых, переживем мы его. Мне не совсем понятно, я думаю, мне придется задать вопрос руководству России. Несколько такая атака на Беларусь в средствах массовой информации, пусть на ощупь пока, ну, типа того, батька один, батька два, батька три. Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать, наверное, тут попроще, пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживают то, что они пытаются нас уже столкнуть с русским. И вот это, наверное, вы знаете, в интернете этот случай, когда кто-то там в метро устроил конфликт с каким-то человеком. И все это быстренько было преподнесено, как будто с России заказали. Преподнесено, как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, я немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи, но разобраться. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух мудаков-белорусов, иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео, сейчас это просто делается и вброшен в интернет. Ну и они за это ухватились. Зачем? Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден, сотрудник ОМОНа за взятку был посажен, он вышел из тюрьмы, правильно? Так точно так. Второй был тоже белорус, полуотмороженный. Ну и завязалась потасовка. Причем здесь русские. Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию. Нас не удастся столкнуть белорусов с россиянами. Не только с русскими, вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то дивиденды от этого. Вы знаете, какие там нужны кому дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то, слушайте, мы сами русские. Нас невозможно столкнуть друг с другом. Белорусы-то русские со знаком качества. Я еще 20 с лишним лет тому назад сказал. И вот на этой теме поиграться, это очень опасно. И я так по-простецки иногда задаю этот вопрос сам себе. Сегодня я скажу публично. Неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? Ну нет у вас возможности компенсировать нам потери от этого налогового маневра. Ну и Господь с вами. Мы же у вас не отбираем ваш товар. Ну торгуете вы нефтью, газом, которые Господь туда положил в недра и скважины. Мы бурили в свое время. Владимир Владимирович об этом говорил на последней встрече. Я говорю, не забывай. В те советские времена, когда мы под стол с тобой ходили, отсюда летали чартеры и вахтовым методом бурили скважины. Нефтяные и газовые. И они сегодня еще работают. И потом. Мы же не просим денег. Чтобы вы понимали. Нам не надо никакие деньги, мы в состоянии их заработать. Если мы создали общий рынок, мы небольшая страна и гигант Россия, вы чего боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет, надо палки у колеса. Во-вторых, все договоры, которые мы подписывали, это было на вашей памяти. Мы чего требовали? Равных условий. И нам прежде нас пригласить договор какой-то, Россия, Казахстан, равные условия. Где они, эти равные условия? Вот мы единственное требуем. Конкуренция. На их принципах конкуренция. Они более продвинуты в рынке. И равные условия для субъектов хозяйственной и для людей. И мы свое счастье будем искать на равных условиях. Ведь в чем опасность? Если только вот эта тема начинается у нас актуальной становится, особенно в российских средствах массовой информации, то есть на нее есть спрос. Завтра, даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут там бить русских, нам их подкинут. Вы знаете, с любой страны нам их подкинут, чтобы вот эти видео постоянно были в интернете. А они с интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Если им это надо будет. Вот в чем опасность. Опасность эскалации вот этого процесса, что меня больше всего волнует. Это не пройдет в Беларуси. Это не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи с жесточайшим образом и разбираться. Продолжение следует...